Сегодня хотел бы поднять такой вопрос, нужен ли действительно HR-ам английский язык, или может быть не нужен. Знаете, есть с одной стороны популярное мнение, что английский нужно изучать, и это язык этой профессии, а с другой стороны мы сами видим, как мы движемся в направлении, где искусственный интеллект уже даже почти что на лету может переводить абсолютно любую речь с одного языка на другой язык. И, вероятно, наверное, в ближайшем будущем мы сможем увидеть ситуацию, когда два человека может общаться, как минимум через компьютер, без проблем, каждый на своем языке, и компьютер будет моментально на лету переводить на нужный язык. Останется только устное общение, где два человека встречаются лично и общаются напрямую. Ну и тогда могут уже появиться устройства, которые могут моментально переводить на английский, или там другой язык, или с английского на нужный язык. Вот возникает вопрос, а что же тогда делать? Мне кажется, что часто под английским языком подразумевают ситуацию, когда вот я, например, беру и стараюсь его изучить досконально до такого вот абсолютно беглого уровня, знаете, вот как native speaker. И это, конечно, очень амбициозная цель, для этого потребуется слишком много времени, много усилий, и вопрос, будет ли это окупаться, и будет ли возможность это где-то и как-то использовать. Я бы рассматривал сейчас английский язык не как вот такой формат, что вот ты либо учишь его полностью, и он у тебя абсолютно fluent, либо ты вообще его не учишь, и сидишь, идешь, пока там появится искусственный интеллект, способный тебе воспринимать информацию на нем, ну и коммуницировать на нем. Я бы воспринимал его как навык, который может быть развит на разном уровне, даже на большем количестве уровней, чем уровни английского языка, такие как 1А2, B1, B2 и так далее. Я бы выделил, ну там условно 10 разных уровней, на котором этот навык может быть развит. И исходя из текущих целей и задач, я бы стремился его довести до того уровня, который поможет сейчас быть эффективным и немножко с запасом, чтобы двигаться вперед. То есть это ситуация, когда мы не игнорируем работу с английским языком, просто не закрываем глаза, не сидим, ждем. И с другой стороны, когда мы не ставим перед собой цель, свободно на нем заговорить, если такой цели абсолютно нет. То есть я бы ставил цель довести английский до того уровня, где я комфортно справляюсь со своими задачами. Вот, это раз. И два, очень часто изучение английского языка путают с зубрежкой слов, с изучением грамматики, с посещением каких-то языковых школ, выполнением домашних заданий с учебником Бонг. Вот абсолютно нет. Современный английский язык, он ничего общего с этим не имеет. Есть гораздо больше интересных подходов, методик, которые позволяют работать с английским, его в себе развивать до нужного уровня, причем делать это приятно, комфортно, интересно, увлекательно и не убиваясь. Ну и плюс хорошая идея в том, что способов изучения языка и отдельных его частей так много, что всегда можно подобрать то, что работает конкретно для вас. Потому что для кого-то подойдет прослушивание курсов Pimseler, а для кого-то просмотр фильмов с субтитрами на Нетфликсе, а для кого-то общение там или с репетитором, или даже с носителем языка на платформе типа Preply, например. Вот, то есть способов очень много разных. А кто-то сейчас вот очень популярно писать про изучение английского языка с помощью ChatGPT. Можно дать ему простую инструкцию, стать вашим тьютором, вот, и он будет вас обучать, вы будете с ним общаться, он будет вас комментировать, поправлять, давать обратную связь и так далее. Вот, в общем-то, давайте подведем итоги, да, английский для HR, он нужен, однозначно не стоит ждать, его нужно развивать, хотя бы потому, что книги, исследования выходят на английском языке, проходит от полугода до года, а иногда даже и больше, прежде чем оно попадет в перевод на какой-то другой язык. Ну и, соответственно, вы просто теряете возможность первыми развиться до более высокого уровня. То же самое инструменты. Ну, ChatGPT поначалу лучше всего работал с английским языком, но только потом начал общаться на других языках примерно так же хорошо, как на английском. Вот, ну и там, я уже не говорю про инструменты, HR-овские инструменты, да, многие платформы для HR-автоматизации, такие прогрессивные, которые внедряют искусственный интеллект, какие-то новые подходы, они сначала на английском появляются и часто даже не локализируются. Вот. Многие инструменты командной работы, ну и другие инструменты, инструменты автоматизации разных профессий тоже часто сначала на английском языке. Поэтому мой призыв к вам, изучайте английский, но не зубрежкой, но не посещением офлайн-курсов, где вам скучно, неинтересно, а наиболее оптимальным подходом, наиболее комфортным и наиболее эффективным. Ну и не могу не воспользоваться возможностью прорекламировать курс, который есть в нашей Академии English для HR, где как раз мы с одной стороны проходим все HR-темы на английском языке, но в понятном, комфортном формате, и с другой стороны рассматриваем очень много способов, как погрузить себя в англоязычную терминологию, в англоязычную среду и найти для себя самый оптимальный способ изучения языка. Вот так вот. Буду рад услышать ваши комментарии, поэтому оставляйте под видео, что вы думаете по поводу английского для HR, может быть какие-то ваши лайфхаки, интересные подходы, инструменты, которые вам помогают, вот, ну и какой у вас уровень тоже можете написать. На этом все. Спасибо. Thank you. Bye. Субтитры создавал DimaTorzok